всем здрасте решился ли навести порядок и думаю блин погода шикарности дать вам походу покажу что ли солнце блин вообще красота просто и я решил начать короче записывать ответы на вопросы но так как я сегодня генералю я понял что я самую сочную погоду сегодня вообще просто пропускаю и завтра завтра уже будет плохая идея короче снимать что-то тему сейчас по человек по каучу приедет решил короче что я буду запускать серию видосов я не ожидал чтобы такой резонанс как ни странно я опубликовал пост что что короче задавайте вопросы я буду на них отвечать и вы зададите такие интересные вопросы на которые вот в рамках одного вида видоса вообще очень сложно ответить будет поэтому по хорошему до стрим запустить но так как у меня один телефон и запускать стрим с телефона во-первых будет плохое качество а во вторых ну херня получится что лагать тупить все будет и так далее поэтому давайте наверное сегодня отвечу на один такой вопрос интересный конкретно своей биографии там какой-то человек написал сейчас у меня нет доступа комментарии поэтому а биографии отношения к обществу там еще что-то такое давайте наверное отвечу о своей биографии возможно кому-то это интересно будет да заодно я сам вспомнил блин что было однажды однажды и так давайте сказочник евгений как а приступает однажды давным давно в далекой сибирской деревушке я жил до 17 лет называется она плотникова ходил в школу детство без интернета не неуде еще даже застал момент когда не у каждого в доме стоял городской телефон так что счастливое детство было на самом деле бегали по лесу жгли костры и так далее но почему-то мухоморы не ели тогда это было как-то странно да и не нужно она была потом 17 до 22 я поступил военное училище там пять лет кемерское училище связи получается тоже дисциплина жесточайшая и все в этой серии короче вот потом не нужно было 5 лет войсках но так как я забил хер по полной через год я уволился понесу блюдение контракта со своей стороны а там принципе пришел вот этот новый какой-то забыл уже как его зовут начался новый облик армии и меня под общим ребенка со всеми короче но я был счастлив на самом деле дальше дальше что дальше после ну дальше я женился получать я был женат 11 лет интересный жизненный опыт потрясающий всем огромное спасибо кто принимал в этом участие вот и однажды однажды когда мне стукнула сколько по 32 на 31 и что-то как-то вот где-то выдать тому возрасту я понял что вся моя жизнь это пост на и я были что-то не то что-то я делаю не то и живу не своей жизнью занимаюсь не тем не в том месте возможно даже не с теми людьми и все какая-то херня короче полнейшая и я думаю что какая разница вообще что делать дальше если я живу не своей жизнью то уже по сути и терять особо это и нечего поэтому я решил пойти во банк у меня получается лучше всего продал машину комп там еще какую-то херню то что нельзя было продать я выкинул я об этом угроз рассказывал вот сейчас как раз параллельно вопрос о инвестициях затените это тоже какой-то вопрос такой был как денег поднимаешь и все я все продал купил доллар и тогда он был что по 68 что ли за доллары купил авиа и круизы это был boeing это был delta airlines это был карнивал и было royal caribbean вот и мне удалось поднять довольно таки приличную сумму на которой все это время я прилично как бы ну не совсем на широкую ногу но для скромной жизни чтобы не работать не хватало до февраля этого года это особая история вот и я такой подумал собственно если я живу не своей жизнью то есть по сути мне терять то и нечего я думаю так как коронавирус у меня уже только велосипед стояла я думаю блин а почему бы на велики не поехать я поехал на велики не потому что я фанат велоспорта и так далее потому что просто другого средства не было я решил просто покататься побыть наедине самим собой примерно же рассчитал что я буду максимум три месяца три месяца побуду наедине самим собой а новая привычка она вырабатывается как раз в течение 90 дней потому что я понял что я не умею наверное если немного тоси не все да как да короче много чего знаю много чего умею много чего делал и постоянно получаю подзатыльники от вселенной что не шаг то ошибка какая-то но ошибка в кавычках конечно это это опыт и я понял что единственное что я не умею я не умею быть свободным просто вот наверное уже много что перепробовал а вот быть предоставлен самому себе чтобы ты делаешь только то что ты хочешь занимаешься чем ты хочешь спишь где хочешь живешь ты хочешь общаешься с кем хочешь вот такого у меня нету короче опыта и вот как раз это велопутешествие до крыма она и было неким таким этапом перезагрузки во первых я побыл наедине с самим собой я понял что такое быть свободным и вообще много какие у меня было у меня произошла просто колоссальная переоценка ценности на самом деле я поменял отношение к людям отношение к к себе да то есть именно к себе как какой-то блин как сказать как к сущности другой и у меня на самом деле да вот еще назад вернуть меня была мечта устроить себе год отпуска но которым я и получился и по воле события совпало так что год как раз закончился когда у меня был мой мега грандиозный мухоморный трип который просто поставил в этом всем точку это был реально целый год перезагрузки серьезно это это вообще я просто благодарен всему и всем что так получилось и совпало все именно так как совпало и отношение к людям отношение к обществу я понял что есть странные люди но все люди добрые все люди открыты все люди отзывчивы все люди интересны нету каких-то грубых тупых людей есть просто ситуации в которых эти люди не могут себя проявить полноценно поэтому они себя ведут таким образом чтобы либо привлечь к себе внимание либо они таким образом ограждаются от общества и не могут себя принять такими какими они есть если ты найдешь подход к этому человеку ты поймешь что им движет какие у него есть страхи какие у него там комплексы очень много у кого есть куча разных комплексов и ты поймешь что все люди внутри они добрые они все адекватные они все готовы тебе помочь они все готовы принять какую-то помощь если ты можешь им чем-то помочь и вот это отношение к общества очень сильно изменила единственное только в том что есть внешние факторы которые людям помимо их естественной природы навязывают какие-то ценности не свойственны для самого человека там ты должен быть всегда первыми тебе нужно соревноваться доказывать ты должен быть лучше быстрее сильнее и прошлых и пошли и пошлых херню до слова про сама в тему зашло а если вот это все люди шушеру убрать то каждый человек внутри он охранительный и вот если ты вообще нашел язык как общаться человеком по сути по душам да так по-другому то ты поймешь что он действительно интересный он просто может быть сломан или видоизменен средствами массовой информации с ложными ценностями и тому подобное вот и так дальше чего чего нас был дальше какую тему туда я рассказывал о себе вот и когда я приехал в севастополь так совпало что я не планировал еще ехать севастополь я только в новороссийске узнал что у меня получится становится севастополе получится где остановиться севастополе атаку даже и все и здесь наверное уже не я выбрал город город выбрал меня и почему я именно в крым ехал я не знаю я всю жизнь хотел попасть крым поэтому я просто загрузился на велосипед сел на него и решу что в крым вот так она все совпало какие у меня дальше действия будут я не знаю честно я пришел к тому что вот мне сейчас 35 лет и я как бы провожу параллель что все что я планирую все точно так не бывает то есть у меня какой-то ситуация составление того чего точно никогда не сбудется и я понял что ну ее короче все это планирование подальше от меня я буду жить импульсно буду жить по ситуации как бы это абсурдно не звучало никаких грандиозных целей там объехать весь мир на велосипеде стереть себе жопу до подмышек и так далее мне нету такой херни я вот сейчас приехал я здесь прожил фондовый рынок с февраля пошел вниз я потерял кучу бабла там все тоже вопрос какой-то был на и кучу бабла сколько я потерял но я вам точно не скажу сколько какие-то позиции закрыл в минус какие-то ставил до лучших времен но давайте назову так что больше 200 больше 200 тысяч точно сумма я не скажу вам конечно это немножко будет как бы не этично что ли поэтому у меня еще немного осталось поэтому я решил кстати искать работу поэтому по этой причине и все вот я сейчас месяц уже отходил еще ни хрена не заработал конечно но тем не менее я занят делом я куда-то хожу я чем-то занимаюсь это интересно возможно в эту даст какие-то свои плоды и результаты далее вот планов никаких нет у меня есть один один вектор который меня очень сильно вдохновляет я не знаю почему это всегда с детства шло я хочу попасть в индию я не знаю почему мне туда нужно я не знаю когда мне туда нужно ничего там вообще буду делать я тоже не знаю я просто знаю что я туда рано или поздно попаду вопрос только времени и ситуации когда придет момент я это четко поем да все пришло время ехать в индию вот как это будет завтра или через пять лет я не знаю честно вот вектор у меня есть посмотреть индию меня нет цели объехать весь мир мне как бы не интересен но интересен но мне вдохновляет а вот индия почему-то вдохновляет и мне было бы это очень интересно вот это немножко моих планах на ближайшие планы это у тебя сейчас пока в севастополе по-хорошему где-то что-то поработать заработать денег и посмотреть как что пойдет то есть вот у меня было некие такие два инсайда когда я путешествовал по крыму это было не были генеральские пляжи я сидел в палатке у меня что какой-то дикой депрессия началась не знаю почему пять дней сидел под диким дождем под этим и у меня было два инсайда что мне нужно сделать обязательно две вещи первое это прочитать книгу по трейдингу герчика вот как-то вот так я ее купил прочитал все от нельзя много что понял кстати второй инсайт это мне нужно как-то выходить к людям в плане деятельности я не знаю зачем я не знаю как это будет выглядеть на практике поэтому я сейчас нашел именно такой вид деятельности где я реально буду общаться с людьми я уже общаюсь с людьми то есть я вышел в некий социум дат и как-то контактирую с ними не просто допустим занимаясь какой-то видом деятельности на кухне или в мастерской комнате и так далее то есть вот именно посыл был том что мне нужно выйти к людям чем это все закончится не знаю честно вот импульс пришел все вот как-то вот так вот так ладно уже кофе подходит концу и сколько уже уже 14 минут так что все люди прекрасны что будет дальше я не знаю кратенько о том что аж затроил то что я не умею быть свободным и я этому навыку научился сложно сказать что этому поздно научился на сто процентов я знаю одного человека который этот прям очень хорошо этому научился марина привет и который это практикует вообще просто нереально кстати могу оставить где-нибудь здесь оставлю ее инстаграм она об этом даже не знает и будет интересно она кстати интересные посты ведет сейчас она кстати где-то на кипре тусуются вообще уехала с турции уехал на кипр вот жизнь у человека вот а я только двигаюсь в этом направлении вот наверное кратко все давайте всем хорошего дня отличного настроения и по мере поступления ваших вопросов я кстати этот пост остается в сообществе еще пишите вопросы либо в комментарии пишите потому что у вас интересные вопросы они довольно таки глубинные я думаю что вы будете писать честно какую-то дичь и серии там где даже не знаю что предположить какая-нибудь поверхностная тупая херня оказалось что вопросы над которыми реально стоит прям подумать прям красавцы ладно все давайте увидимся в следующем видео пока